Здравствуйте! Сегодня 16 марта 2022 года, 10 часов 53 минуты. Я сейчас вернулся в дом и обнаружил, что на моем смартфоне я не донажал на кнопочку записи и минут 15-20 сообщение, которое я только что на улице записывал, оно не записалось, не сохранилось. Вот такие бывают сбои, то есть когда спешка, когда внимание не совсем сосредоточено на смартфоне, а на происходящих событиях, вот такие вот накладки происходят. Но я сейчас повторюсь, повторно перескажу то, что я хотел сказать и говорил, но оно не записалось. Значит, где-то в 10 часов 30 минут большая колонна российских войск двигалась по дороге асфальтированной в центре села Брусчатка, а дальше идет асфальт в сторону соседнего села и в сторону бывшего райцентра Репки. И дальше вот эта колонна российских войск двигалась по направлению к Чернигову. Продолжается обстрел Чернигова гаубицами, огромными пушками большого калибра, которые расположены в районе дороги, идущей с северо-востока из Чернигова на Нововорот-Северский. И, ну, там на расстоянии 15-20 километров, может быть, меньше там, начиная от 10 километров до 20 километров в этом диапазоне они расположены. Я точно не могу сказать, в какой именно точке. Возможно, там в каком-то даже селе, которое находится рядом с этой дорогой. И оттуда обстреливай Чернигов. И вот эта вот колонна, которая вот только что минут 15-20 назад проехала через наше село. Там были и грузовые машины, большие такие Уралы для перевозки живой силы, автоматчики эти, ссыкопехота там сидит. Ссыкотню под насобирали в России 18-19-летних сопляков. Дали им автоматы и отправили воевать на территории Украины, против украинского народа. Уничтожать украинцев. Не только украинцев, а любых представителей любой национальности на Украине. Ехали в этой колонне и БТР, и БМП. На БТРах сверху сидели вот эти вот в военной форме и якуты, и буряты, и вся эта шантропа, которую понасобирали со всех российских ебеней. Вот. И заставили воевать против украинского народа. Ехали большущие такие танки своим ходом, с огромными такими башнями, с огромными пушками гаубицей ехали. Ехали бронетранспортеры, БМП, бронемашины, пехоты. Ехали машины с цистернами для топлива. Ну, топливо везли. Вот. И ехали грузовые машины, которые в ящиках снаряды везут. Ну, эти ящики не видно, но они под тентами, и их прячут, закрывают для того, чтобы люди, которые там в селах находятся, или где-то там проходят рядом, или из домов наблюдают за этими колоннами военной техники, российских этих оккупантов, чтобы это как бы поменьше было видно. То есть, сегодня в Чернигове там будут серьезные боевые действия. Чернигов обесточен, перебита высоковольтная линия передач, электропередач, которая идет со стороны Киева, со стороны Украинской объединенной электросистемы. Чернигов уже много дней, много суток находится на самообеспечении электричеством от Черниговской ТЭЦ. Этот ТЭЦ тоже обстреливают, бомбят, там перебой, есть поставка электричества по Чернигову, тепло с перебоем передается к домам жилым, но имеется в виду горячая вода. А если нет электричества, то не работают насосы, и горячая вода в дома не может нормально поступать, подаваться, потому что не поставишь на каждую подстанцию, в каждую бойлерную, ну как вот это вот и в Киеве сделано. И в других городах, и в Чернигове, где распределение делается горячей воды по жилым домам, там стоят насосы циркуляционные мощные, такие на 380 вольт они, и они круглосуточно работают и качают горячую воду. Так что сейчас по Чернигову в домах холодно, а в связи с тем, что еще и газопровод высокого давления, который идет из Сумской области, под Черниговом, там где находится село Киселевка, там мост есть, речка проходит, вот такая вот заеленная вся заросшая камышом, и как раз рядом с мостом проходит эта труба высокого давления, и там боевые действия происходили несколько дней назад, ну уже давненько, с неделю, может быть даже больше, чем с неделю, и снарядами повредили эту трубу высокого давления, и газ в Чернигов не поступает. Так что люди, живущие в частном секторе, в своих домах, если у них там печка, грубка сохранилась, если они это не выбросили, то они там в тепле, а если это выбросили, не подумали головой, как многие в селах делают, когда газ в село провели, многие люди печи повыбрасывали из домов, и грубки отопительные, и плиты кирпичные, а сейчас ищут печников и строят хоть бы маленькую печечку такую, построить, чтобы от нее можно было греться и какую-то еду приготовить, потому что если электричество вырубается, вот как сегодня в 8.37 вырубилось, и не знаю, на сколько дней это вырубание электричества произошло, я тут свои аккумуляторы, какие я мог, и в Powerbank для смартфона подзарядил, в нем 4 аккумулятора на 2200 мА каждый, вот, и ноутбук подзарядил, и телефоны свои мобильные позаряжал, и автомобильный аккумулятор 12-вольтовый подзарядил, у меня от него идет питание радиоприемника, через который я слушаю в FM-диапазоне вещание украинского радио, украинское радио, так называется эта радиостанция, это бывшая радиостанция Промень, и существует она с 1924 года, мы уже почти 98 лет этой радиостанции, скоро 100-летний юбилей она будет праздновать, так что, благодаря этому радиоприемнику китайскому фирму Mason, он многодиапазонные и длинные, средние и короткие волны, много диапазонов, 12 диапазонов в нем, и FM-диапазоны, телевизионные диапазоны он захватывает, ну те, которые на метровых волнах, не дециметровый диапазон телевизионные, в метровых волнах, я тоже слышу звук от этих телевизионных каналов, вот, но в основном слушаю украинское радио, потому что делается постоянное включение с телевизионных каналов, идет марафон телевизионный, радиомарафон, и с момента начала войны, с пяти часов утра до 4 февраля 2022 года, идет фактически одна программа, круглосуточная, по которой передается вся вот эта информация официальная, что происходит, где какие бои и так далее, какая где обстановка, и сообщает последние новости, но я тут тоже, как бы, свои новости, как наблюдатель, как очевидец, как увидевший своими глазами, услышавший своими ушами, я тоже эту информацию фиксирую, к сожалению, сейчас я нигде не могу в интернет выложить, потому что оптоволоконный кабель под репками перебит, и пытались туда ремонтники прийти, приехать, прийти и восстановить эту линию, но российские оккупанты не пускают. В моем селе две вот эти вышки связи сотовой, их еще в первые дни начала войны, 26 числа, расстреляли, стреляли с большого расстояния, и антенны сами повредили, которые высоко на мачтах находятся. Я сделал фотоснимки, отчетливо, хорошо видно, и кабели перебили коаксиальные, которые к антеннам подходят, и расстреляли вот эти вот будки, которые на земле находятся, где эта вся аппаратура связи находится, и параболические антенны, ну это служебные антенны, через которые радиосвязь между вышками образуется, на другом частотном диапазоне. Вот это служебные каналы связи, и дальше уже вот в этой будке через аппаратуру происходит преобразование сигналов на необходимые частоты, и на сотовые вот эти вот антенны, размещенные на маще, они уже передают сигналы для мобильных телефонов. Так что сейчас три оператора, Киевстар, Водофон и Лайф, в селе они не работают. Но есть несколько точек в селе, на возвышенностях, люди ходят туда со своими мобильными телефонами, и ловят сигнал мобильных операторов, которые от ретрансляторов, расположенных ближе к Чернигово в селах, которые еще не расстреляли, не разбили, еще связываются с Черниговым. Так что у многих и дети там, и внуки, и братья-сестры и так далее. Вот тут много людей имеют родственников в Чернигове, и таким образом они вот выходя на высокие возвышенности, тут на высокие точки в этом селе, они отсюда имеют возможность при хороших погодных условиях поймать сигнал сотовой связи, там одно-два деления, то есть на самом минимуме, но удается связаться, позвонить и поговорить со своими родственниками. Вот, но сейчас ситуация такая, что так как в поселу нет электричества, я не знаю, когда оно появится, наверное, не скоро, потому что это уже другую линию высоковольтную повредили, дай бог, чтобы побыстрее появилась связь, это сотовая, электричество и интернет заработал, чтобы можно было и в домах не замерзать, и еду готовить, но хорошо, что у меня есть газовый баллон с пропан-бутаном, который я давно заправил, несколько лет у меня он стоял в резерве, и слава богу, пригодился в такую тяжелую минуту. У меня печка не работает, она имеет повреждения, дом старый, больше чем 100 лет ему уже, и нужно эту печку ремонтировать, и в рубку тут тоже приводить в нормальное состояние, а я сейчас пока не могу разжигать дрова ни в печке, ни в рубке, потому что имеется повреждение, и дом деревянный, чтобы пожар тут не случился, и дом, чтобы не сгорел, поэтому я вынужден использовать электрические инфракрасные масляные обогреватели, эти температуры в доме, у меня 12 градусов поднимается на высоте, где-то метра полтора от пола, а на уровне пола, ну там градусов 5-7, вот такая температура, то есть я тут хожу в доме, в бурках таких, ну типа как валенки, вот, потому что если их не надевать, то шерстяные носки не помогают, ноги сильно мерзнут, вот, и я тут тоже такой закутанный весь в одежде, вот, потому что в доме холодно, но это не только я, это и в других домах по селу, ну у кого там печка нормально работает, там, конечно, потеплее, а вот в Чернигове, где отопления сейчас нет, ну не только в Чернигове, и в Нежине, и в других городах по Черниговской области, где отопление не работает, где бомбят, там, конечно, люди мерзнут, вот, и у них температура не 12 градусов, а температура там 1-2 градуса тепла, а может быть даже и мороз, так что этим людям не позавидуешь, как говорится, в сложной ситуации они оказались, вот, я сегодня пойду в магазин за хлебом, где-то к часам к двум хлеб привезут из райцентра бывшего городни, вот, надо хлеба купить, потому что коты одну картошку кушать не хотят, им хочется разнообразия какого-то, но сейчас ни рыбы, ни мяса не купишь, вот, и поэтому сидим тут с котами на картошке и на хлебе, ну хорошо, что я еще несколько бутылок растительного масла успел купить, практически последние остатки в магазине, которые не разграбили эти мародеры, эти россиянские варьё, все магазины повскрывали, все поворовали, все пограбили, и дешетки машинами посрывали, и окна повыбивали, и двери повырывали, в общем, грабили, как последние татаро-монголы, как таракандия эта фашистская, рашистская, сраная, хваленая эта войско, голодранцев, нищебродов и голодьбы, которые их понагоняли на территории Украины, для того, чтобы грабить, убивать, уничтожать, вот так вот русский мир они несут, сволочи, чтоб ты, карлик, пусть сдох со своим русским миром, и чтоб тебя там в твоем бомбоубежище, на километровой глубине, либо табакеркой по макушке шандарахнули, либо пристрелили там, или тебя руками удушили, или просто тебя там замуровали, и чтоб ты там сдох, в страшных муках, паскудина, мерзость, мерзость такая, животное, без каких-либо признаков человека. Слава защитникам Украины, слава героям Украины, слава всем мужественным, благородным, честным, порядочным людям, которые защищают Украину, и которые помогают Украине в том, чтобы мы остались свободными, независимыми, не попали опять на 300 или на 500 лет под татаро-монгольское иго российского, этого, россиянского, этого царства, татаро-монгольской, этой Орды, Улуса Золотой Орды, чтобы мы победили в этой войне, сохранили свою независимость, и чтобы Украина осталась государством, желто-голубым флагом, с желто-балакитным прапором, и чтобы Украина вышла победителем в этой необъявленной, паскудной, захватнической войне, которая построена на лжи, клювите, на обмане, и на всяких инсинуациях, манипуляциях, на вранье, на придумках на всяких, и на лжи, как бабье, любят врать, как из рога изобилия, эта ложь льется, со всех рупоров российской, этой россиянской пропаганды, все, что вы слышите по российским телевизионным каналам, радиовещательным станциям, в интернах изданиях, российских официальных сообщениях, и так далее, это все 100% ложь, ни слова правды, там нет, не верьте, это все ложь, брехня и пропаганда. Всего доброго всем благородным людям, удачи вам во всех делах, крепкого вам здоровья, 100 лет жизни, всего вам хорошего, до свидания, и до следующих выпусков моих сообщений. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!